Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий Купленов, и это самое второе видео на самом втором канале, которое призвано лишь одним, так сказать, тем, что надо вам рассказать зачем вообще и для чего поподробнее, потому что в подкасте я об этом уже рассказывал, но многие не поняли, многие жалуются, многие паникуют, что, например, данный канал как-то помешает, как-то будет влиять на канал первый. Я вам сразу скажу, что видео на данном канале никак не будут мешать видео на основном канале, потому что тот основной канал, он, естественно, в приоритете, поэтому не будет такого, я надеюсь, я прям уверен, я прям вообще практически 100% могу дать, что не будет мешать видео на этом канале, выходу видео на том канале, потому что на тот канал я видео почаще всего же чаще 100 пишу заранее, чтобы они там все время выходили. Или если я не опаздываю, значит я не успел записать заранее, записываю в сегодняшний же день. Так вот, а для чего вообще нужен этот канал? Этот канал нужен для того, чтобы что-то вам рассказывать, что-то вам показывать. Какие-то, я не знаю, там подкасты или еще что-нибудь типа того. Мнение по играм, которые я прошел, естественно, тоже на этом канале. Чтобы в конце, например, видео не забивать всякими этими рассказами. Я буду рассказывать по поводу самых крупных, ну, одних из крупных пройденных игр здесь. То есть, понравилось, не понравилось, ваше мнение и все прочее. Короче говоря, также на этом канале будут выходить что-нибудь такое, я не знаю какое, но такое, чтобы просто с вами поговорить, пообщаться. Многие просят сделать обзор квартиры, обзор стола, обзор туалета, обзор чего угодно. Я не понимаю, на самом деле, зачем это так сильно надо. Вся моя квартира, вот, это стена, стол, микрофон, вот тут специально, короче, вот он прям. Вы его не видите, но он прям здесь спрятался, потому что микрофон от тот, который к камере я цеплял, который здесь должен висеть. Он мне не особо нравится по звуку, получается какой-то глухой такой, как будто сидишь в какой-то бочке, разговариваешь, и это не очень прикольно. Плюс ко всему, когда-нибудь попозже, совсем не сейчас, потому что сейчас времени нет, а какие-нибудь шоу, все равно какие-нибудь будут. Я что-нибудь, может быть, сделаю, что-нибудь попробую. Естественно, это должно, наверное, получиться, а может быть и нет, судя по вашим лайкам, мы все это поймем, но это пока будет не сейчас. По поводу расписания видео, которое здесь будет, его здесь не будет, расписание видео будет выкладываться так, как есть. Прошел игру, что-нибудь записал, рассказал, пообщался. Куда-нибудь, я не знаю, там съездил, например, хотя я редко куда-то езжу вообще. По возможности это тоже будет сюда выкладываться, рассказываться, зачем, почему, для чего и каким боком. Кроме того, вообще новость. Открываю сейчас я второй канал, просто открываю, короче говоря, и на нем, знаете что, на нем висит галочка. Второй канал дали галочку, у нас тут уже 80333 подписчика у меня сейчас висит, это замечательно. Кто не знает, как получить галочку на свой канал, это на самом деле все очень просто, потому что надо всего лишь связать свой канал со страницей Google+, и тогда Google и YouTube, соответственно, автоматом вам эту галочку проставят. То есть, как бы подтверждена личность, подтверждено там по номеру телефона, наверное, как-то, либо есть партнерская программа, что-то одно из этих. Но, скорее всего, как я читал, надо, чтобы страница на YouTube была связана со страницей Google+, и тогда галочка появляется. Раньше ее давали автоматом за 100 тысяч подписчиков, потом стали давать абсолютно всем, у кого связана страница. Собственно, прошла неделя, как я создал этот канал, набралось 80 тысяч подписчиков, хотя это мало влияет на галочку, и вот, соответственно, галочка появилась, прям чудо. Так вот, что еще будет на этом канале? Что-то из меня, что-то про меня, что-то про игры, и, возможно, что-то попозже, но совсем не сейчас. Плюс ко всему, мы с вами недавно прошли рейк, это прям сегодня вывышло последнее видео по рейку, недавно прошли с вами медведей, а недавно, буквально, дня, может быть, 4 назад, я прошел ведьмака, скажу вам по секрету, только никому не говорите. Концовка там, никому не скажу, какая, потому что концовку надо смотреть, сами все увидите. Вот. И, чтобы видео не получилось пустым, я, наверное, расскажу вам по поводу медведей, то есть, что у нас вышло с медведями. Медведи вышли интересно, если кто не понимает, что за медведи, это Five Nights at Freddy's 4. У меня почему-то Фредди автоматом ассоциирует с медведями, поэтому я их с первой части называю медведями, или, как известно больше в народе, плюшевыми падлами, потому что они те еще скоты. Так вот, часть получилась, ну, интересной, я могу сказать, интересной. Многие жаловались, что она изначально была всякая-то забагованная, глюкнутая, вылетала, зависала. У меня такого не было. У меня единственная с ней была проблема, то, что ее не хотели в полном... А, вообще, она в полном экране изначально не запускалась, в первый день, когда я записывал, когда она только вышла. Записывал я ее рамкой от Bandicam. Но рамкой от Bandicam я записывать боюсь, потому что, кроме Happy Wheels, она ничего нормально не записывает. У меня потом в редакторе, короче, все это, звук с видео расходится, видео что-то повторяется неправильно, он распаковывает, так сказать, контейнер с этой записью. Поэтому потом я подключил, запарился с своей Авермедией, у меня есть палата видеозахвата, которую я записываю с Плоек. Вот, с нее записалась нормально. Плюс ко всему, когда ее сделали в полноэкранном режиме, она все равно не цеплялась ни Фрапсом, ни Bandicam, поэтому этой Авермедией приходилось ее записывать, кстати, вот эти наушники, именно поэтому я в них и записывал, потому что она никак не хотела цепляться нормальными, а к плате USB-шные наушники не подключишь. Так вот, она получилась интересной, она очень простая, она проще гораздо, чем все остальные части, на самом деле, потому что сравнить ее можно с первой. Если ты в первой части знаешь, что делать, то никаких проблем абсолютно не возникнет. Главное, чтобы ты не просрал весь заряд аккумулятора там у себя в этих... Четвертая часть аналогичная, там всего лишь надо молчать и всего лишь надо слушать, потому что там все очень сильно слышно, и вот так, когда ее пройдешь, в принципе, все это осознание приходит, и можно было гораздо быстрее все это пройти, мне кажется, за первую серию, если ты знаешь, что делать, можно было ночи четыре пройти как минимум, поймать всех этих зайцев со стулов, сократить все время на два часа, пройти их всех, она очень простая. Пятая ночь, кстати, гораздо проще, чем все остальные, потому что следить за одним медведем, одним аниматроником, гораздо проще, чем следить за кучей, потому что там всего лишь надо слушать, опять-таки, если он бежит туда, бежишь туда, он убегает туда, пока ты бежишь туда, набежать туда, куда он побежал. Единственная проблема это с его смехом, непонятно, где он то ли в шкафу, то ли на кровати, и все, ничего сложного. Плюс ко всему, в седьмой ночи, по-моему, или да, в шестой, в седьмой ночи была вообще внезапная хрень, когда вместо аниматроника вдруг начинал топать кошмарный медведь, вот это вообще, если честно, прям выбило меня из крии, потому что я никак не ожидал, я думал, всего лишь будет такая же ночь, но с более усиленными аниматрониками, то есть уровень сложности поднятый, но нет, оказывается, ни с того ни с сего, он берет, короче, и приходит, начинает за тобой бегать. Он тоже несложный, но был один момент, когда я вроде сделал все правильно, прибежал к двери, он там закрыл дверь, в итоге, короче, я был скример, даже не понял, почему, может быть, я очень долго ее закрывал, это непонятно. Короче говоря, игра вышла нормальная, правда, вышла она очень рано, и со звуками там надо было что-то делать, потому что я не мог ее записывать с нормальным звуком, мне пришлось ставить программу, которая увеличивает звук на 500% в самой винды, и тогда я только с помощью этого звука смог, короче говоря, расслышать, что там происходит, потому что у меня через плату идет HDMI кабель, и через него идет звук поглуше, чем просто из материнской платы, из наушников, поэтому только так меня выручила эта программа, и я смог вообще что-то там услышать, что-то там распознать. Короче, игра нормальная, игра, насколько мне известно, там должны выходить какие-то дополнения к ней, ну, как Скотт написал у себя в Стиме, по-моему, она никак не будет связана ни с четвертой частью, ни с чем-то, что-то там будет такое свое, и он надеется, что все это будет прикольно. Я не знаю, почему он выпустил и раньше срока, потому что изначально должна была выйти 31 августа, потом она должна была выйти 8 августа в честь первой части Five Nights, а потом она вышла вдруг внезапно в июле. Не знаю, может быть, ему срочно понадобились деньги на то, чтобы делать срочно-срочно прям делать дополнения, может быть, это так. Короче говоря, хорошая игра, нормальная, можно было побегать, поугарать. Она чисто, она не страшная, она чисто сделана на скорость реакции и на скорость работы мозга. То есть, если ты все правильно делаешь, ты никогда в жизни не проиграешь, если ты, конечно, не загнал себя в шкаф лесу. Это падла, она такая злая. Так вот, по поводу еще Рейка. Рейк изначально, задумка вообще замечательная получилась, но по поводу ее реализации как-то грустненько на самом деле, печальненько. Весь прикол был, я уже говорил, по-моему, в конце Рейка, что мне больше понравилось бродить днем, потому что ходить по этим разрушенным местам, непонятным этим водопадам, его домам, откуда он просто так высказывает, выпрыгивает вроде как внезапно, это гораздо веселее, чем сидеть, короче, и всматриваться в темноту по ночам, смотреть, где он, откуда там он может вылезти, и вылезет ли он вообще. Очень сложно, если ты его не видишь, а он видит тебя, там, в принципе, очень мало шансов, что он тебя подбежит и не ударит. У меня получалось пару раз, когда он бежал на меня, когда я его перепроходил, он бежал на меня, я слышал, откуда он бежит, я разворачивался, быстро в него стрелял, в итоге он останавливался, и дальше пробегал, меня даже не задев. Но такое случалось очень редко. Опять же скажу, что когда я проходил его во второй раз, без записи, я его выловил на болоте, это было на самом деле очень хорошо, если бы я его на болоте не выловил, мне бы кажется, у нас опять с вами последняя ночь прошла просто так, и нам сказали, что ты ни хера не успел, а ты проиграл. Он там ходил по болоту, просто как какой-то бомж, что-то там шастал, я встал на пригорок, и начал со снайперской винтовки расстреливать. И концовка совершенно непонятная, концовка вообще непонятная. Вроде как мы его убили, вроде как он мертв, в итоге к нему подошли, кто-то в комментариях уже написал, что типа Рэйк убил главного героя, хотя главный герой не Кабан, насколько мне известно, и поэтому почему бы он должен визжать в конце как Кабан, я тоже не понял. Также я не вкурил вообще, каким боком связан этот летающий шарик, который как-то НЛО какой-то или что-то, она убивает Кабанов, это да, но для чего она там, и как она связана с Рэйком, тоже ни хера не понятно. Собственно, игрушку прошли, прошли, она давала просраться в первые разы, потому что неясно было и непонятно, вообще неизвестно что да как, потом она конечно стала более простой, и более привычной, и на самом деле там можно в принципе в первую ночь никуда не выходить, сидеть у себя в трейлере, во вторую ночь выйти, попробовать определить местоположение этого Рэйка, то есть где он тебе на тебя напал, значит в этой области где-то он и ходит. Соответственно, а ты хочешь от этой области куда-то, где будет более-менее нормальный обзор, я не знаю там озеро это всегда так будет, или мне чисто повезло, потому что озеро это открытое место, и там без проблем видно с любой точки, и можно было спокойно расстрелить. Если он будет ходить по кустам, его соответственно хер найдешь там в этих кустах, это очень сложно. Поэтому либо мне повезло, либо так оно и задумано, можно выйти на вторую ночь и расстрелять, и на третью ночь тут подождаться его у себя, поставить капканов рядом с этой палаткой, он забегает соответственно, коцается сам по себе, и ничего в принципе делать не надо. Такие вот мы прошли игры, более-менее крупные, по поводу Ведьмака я расскажу потом, когда он закончится, закончится он уже совсем практически скоро, я также сяду, короче, сниму эту черную тряпку, покажу вам свои старые обои, наушники, правильно многие заметили, что в отличие от подкаста, в первом видео висели наушники, и камера была повернута сюда. Именно так. Собственно, вот так вот, еще раз подведем итог, на этом канале будут мнения по пройденным играм, по крупным, потом какие-то, я не знаю, может быть пятничные, может субботние, может воскресные подкасты, где просто будут какие-то новости, что случилось, как случилось, зачем случилось, и для чего вообще все это случалось. Что-то может быть еще такое по поводу касательно меня, каких-то историй, может быть из жизни, тоже многие просили, может быть я тоже что-то найду интересного в своей памяти вам рассказать. Ну и попозже, когда-нибудь, пока не ясно, когда появится, какие-нибудь шоу, что-нибудь смешное, веселое, может серьезное и грустное, но что-нибудь должно появиться, потому что канал этот я тоже не буду делать в виде помойки, и так чисто каким-то продолжением второго, я хочу сделать его тоже полноценным, нормальным каналом, ну тем более, уже само собой на нем есть галочка, ты тут никуда не денешься, галочка обязывает делать что-то путное. Вот собственно и все, и до встречи всем в следующих видео, оно вышло, вот это видео вышло спустя неделю после того, да, неделя прошла, поэтому всем до встречи, я думаю пораньше, потому что видимо кончится не через неделю, а пораньше, там будет видео, а потом я подумаю, пятница, суббота или воскресенье делать этот подкаст, и в нем я уже поподробнее расскажу, что же будет на самом деле в этих подкастах происходить, и может быть, да скорее всего даже вы будете принимать в них непосредственное участие, поэтому подписывайтесь на мою страницу ВКонтакте, подписывайтесь на паблик игровой, подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на второй, не пропускайте никакие новости, и всем до встречи в следующих видео, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok